По древнеславянской традиции огромное чучело-масленица к месту народных гуляний везли несколько сотен лошадей. В 119-й школе небольшую куклу просто вынесли во двор. Катя Антонова масленичную неделю каждый год ждет с нетерпением. Рассказывает, всегда помогает маме печь блины. Праздничные традиции в семье чтят и соблюдают. Помимо того, что шагать чучело, надо обязательно убраться после зимы, зимнюю уборку сделать. Сбить все сосульки, чтобы понять, что зима уже все ушла в прошлое. Третьеклассница Вика Антипова – настоящий блинный гурман. Масленицу считает самой вкусной из всех праздников. Можно есть очень-очень много блинов, можно их объедаться. Жаль, что она идет всего лишь неделю. Пусть она лучше остается на целый год. Масленицу в 119-й школе отмечают ежегодно. Главные атрибуты – горящие чучело, игры на свежем воздухе и, конечно, блины. На проводах зимы присутствуют всегда. В этот раз на масленичных гуляниях собрались около сотни школьников. Румяные щеки, пара за рта, но весь праздник ребята стойко выдержали. Мы мороза не боимся и, как видите, 20 градусов, а мы на улице. Сейчас мы потанцуем по пляшам, поиграем в разные игры, конкурсы, а потом перейдем в столовую и будем уже угощаться блинами. Блины для школьников по лучшим домашним рецептам. Ребята уплетают лакомства за обе щеки. Мастерицы дел блинных делятся своими секретами. Секреты. Когда блины разведешь на сметанке, вот тогда блиночки, они и есть блиночки хорошие. Положишь сахарку, положишь немножко дрожжей. Блинов на всех хватило с лихвой. Ребята хором благодарили поваров. Спасибо! Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.